Здравствуйте! В этом видео я расскажу о решении довольно распространенной проблемы, которая связана с появлением на экране уведомления. Это приложение было заблокировано вашим системным администратором. Выглядит оно таким вот образом только на русском языке. На днях я столкнулся с подобной проблемой, когда пытался почистить компьютер от вирусов у своей знакомой. При попытке запустить ADV Cleaner выскакивало такое вот уведомление. DrWebCureid аналогичная ситуация, но зато без проблем устанавливался тот же оптимизатор CC Cleaner. Стоит отметить, что на русскоязычных сайтах данная проблема сводилась к одному решению. Мол, права пользователя занижаются из-за воздействия вируса или сбоя в системе, и необходимо сделать следующее. Я покажу вам несколько способов, которые у меня не сработали, но в вашей ситуации могут оказаться полезными. С них и стоит начинать. Нажимаем на клавиатуре Win Plus R, пишем команду Control для входа в панель управления. Можно ее открыть и другим способом. Далее выбираем режим просмотра мелкие значки, то есть если у вас категории, выбираем мелкие значки. Переходим в администрирование. Далее локальная политика безопасности. Затем слева выбираем локальные политики. Раскрываем список. Параметры безопасности. Кликаем по этому пункту и у нас справа прогружается куча различных значений. Значит, что нам нужно найти? Раскроем на все окно. Вот здесь тоже растянем. Ищем контроль учетных записей. Здесь несколько таких предложений. Но нас интересует вот этот пункт. Все администраторы работают в режиме одобрения администратором. Он сейчас включен. Дважды по нему кликаем. Ставим отключен. И окей. В данном случае у меня этот параметр безопасности активен. Но при этом никакой блокировки не возникает. Но попробуйте. Возможно, вам это поможет. Следующий способ заключается в том, что если вы запускаете приложение на диске C, в том числе с рабочего стола, то тогда необходимо сделать следующее. Открываем этот компьютер. Правой кнопкой кликаем по нужному диску. Свойства. Идем на вкладку безопасность. И нам необходимо предоставить максимальный доступ для нашего пользователя. Нажимаем изменить. Если в списке вашего пользователя нет, тогда добавить, дополнительно, поиск. И вот здесь уже открывается у нас полный перечень всех пользователей. Вот в данном случае мой пользователь. Я его выделил. Нажал ОК. ОК. Теперь он в списке появился. Мы его выделили. И ставим теперь ниже галочку полный доступ. Применить. Да. При этом возникают такие вот ошибки, что на некоторые файлы параметры безопасности не применяются. Просто нажимаем продолжить. Это нормальное явление. И все. Но опять же мне это не помогло. Следующий способ, который согласно описаниям на форумах, достаточно эффективен. Если речь идет о вирусе, который понижает права администратора, необходимо загрузиться в безопасном режиме. Для этого мы нажимаем Win Plus R. Вводим команду MS Config. Переходим на вкладку загрузка. Выбираем безопасный режим. Больше ничего не меняем. И нажимаем ОК. После этого нам предложат перезагрузку. Система будет запущена в безопасном режиме. И вы без проблем сможете запустить любой антивирус. Я так и поступил. Нашло множество всяких рекламных вирусов. Как бы проблемы в браузере были устранены. Но при этом блокировка приложений системным администратором осталась. И если вы будете использовать этот способ, то не забудьте в безопасном режиме снова набрать команду MS Config, зайти на эту же вкладку и убрать галочку безопасный режим, чтобы можно было загружать компьютер в обычном режиме. А теперь перейдем к способам, которые я не нашел ни на одном русскоязычном сайте. Я перевел данную инструкцию. И суть сводится к следующему. Если у вас запущено любое приложение из магазина Windows, то это может стать причиной указанной ошибки. У вас будет появляться такое вот уведомление. И тут я вспомнил, что действительно сразу после включения компьютера, после загрузки Windows, появлялось окно подключения к SkyDrive. То есть это приложение Windows, облачное хранилище. Но я нажимал отмену, не обращал на это внимания. И как видимо зря. Что нужно сделать в первую очередь? Нажимаем Ctrl-Shift и Skype для того, чтобы открыть диспетчер задач. Среди процессов находим все приложения из магазина Windows. То есть, чтобы вы понимали, вот если зайти в пуск, приложения Windows это те, которые вы устанавливаете из Microsoft Store. В данном случае у меня установлен вот Blitz. И в принципе больше ничего такого. Ну вот Instagram еще есть. И то есть необходимо вот эти приложения отключить. Тоже SkyDrive и все, что найдете. Далее, открываем PowerShell правами администратора. Для этого в Windows 10 кликаем по кнопке пуск правой кнопкой мыши. Выбираем пункт PowerShell Administrator. Дожидаемся пока прогрузится консоль. И копируем команду, которая будет в описании к данному видео. Вот у нас появилась в консоли путь к папке C-Windows System 32. Нажимаем правой кнопкой мыши. Команда вставляется. Нажимаем Enter. И дожидаемся завершения операции. И когда операция завершится, можно закрывать окно. А если проблема все-таки в приложении OneDrive, то многие рекомендуют зайти в каталог C-SWOW, который находится по пути C-Windows. И удалить оттуда файл в OneDrive Setup.exe. Но я рекомендую поступить более правильным образом и сделать все через реестр. Для этого нажимаем Win Plus R. Вводим команду RegEdit. Идем по пути Users, Default, Software, Microsoft, Windows, Current Version. И у вас здесь должен находиться ключ, который в своем названии имеет фразу OneDrive. Его смело удаляете, перезагружаете компьютер и проблема должна быть устранена.